Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. У нас есть такой ресурс, православный виблейский сайт, вот эти Библии. И здесь самое ценное, это 4124 ответа по темам. И разбито оно на 55 папок. И вот их озвучиваем, вопросы и ответы. Вот шестая папка, шестой номером идет. Это вера, о вере. Вот. Сейчас мы будем насчитывать. Пожалуйста. Вопрос 2417. А 11 том открытым оком. Это мне вопросы задавали в университетах, где я вел занятия в школах, милиции, по радио. Хотя я не знаю, где задали. Игнатий Тихонович, у вас было когда-либо озарение? Всегда ли вы говорили от сердца и души? Ответ. Исайя 59.9. Потому что и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Вот почему на такой вопрос я такой ответ даю? Это еще требует разгадки. Слово «озарение» встречается только в этом стихе в Библии. Озарение в смысле внезапного решения чего-то, до чего никак не мог дойти. Вдруг осияло, и ты понял. Такое бывает особенно при подготовке к проповеди, когда пытаюсь проникнуть в смысл слов и событий, когда толкований прошлых лет явно недостаточно, и мне нужно выпрашивать у Бога, чтобы дал озарение по такому-то вопросу. Как озарение, как вспышка бывает при написании стихов. Но самое большое озарение было, видимо, в детстве, когда я поверил в Бога, а потом, когда поверил, что Библия от Бога, и нет ничего ей равного. Псалом 117.27 «Бог, Господь, и осиял нас, вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». Живя в грехах и преступлениях, Давид размышлял о средствах соединения с Еговой. И вот его Бог просветил, осиял. И он все возлагает теперь на жертву, то есть на креста на Голгофе. Псалом 118.135 «Осия, раба твоего, светом лица твоего, и научи меня уставам твоим». Деяние 9.3 Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Когда мы проповедуем о спасении через кровь Христову, то внезапно человек получает озарение, и это видно даже по лицу, просветленному у него. Третья ездра 10.25 «При всех словах моих к ней внезапно просияло лицо и взор ее. И вот, вид сделался блистающим, так что я, устрашенный ею, помышлял, что бы это было. Все, что я говорю, это и от души. То есть я искренне верую в это. И от сердца, то есть в этом нет ни доли лукавства». Второе Маковейское 1.3 «Да даст вам сердце, чтобы чтить его, и исполнять волю его всем сердцем и всей усердною душою». Исайя 32.6 «Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет обеззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». 1 Петра 1.22 «По слушанием истине через духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Такой дает ответ. Вопрос 2453.11.11. «Назовите места Писания, где говорится, что вера должна быть разумной». Евреям 11.1 «Вера же есть в осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом». «Вера как раз там увеличивается, где нельзя ни увидеть, ни понять умом, ни попробовать, ни проверить, ни ощутить». Не случайно приводятся слова Тертулиана. «Верю, потому что абсурд». «Верим там, где все говорит, что этого быть не может, что так не бывает, что это недоказуемо». Тогда вера говорит «Да, так и было». «Да, так, а не иначе, потому что это сказано Богом, и я верю этому и в это». Евреям 11.3 «Верой познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Вера может быть названа разумной там, в идеале, где нет разума, где разум умолкает и предоставляет слово Госпоже Вере. Стих 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Кто и как мог бы доказать Ною, что вода будет и на холмах рядом с ним, и даже высокие горы покроются водой?» Бытие 7.20 «На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Не реальное, не региональное, а всеобщее будет потопление климата. Может, с иных планет вода прибудет, но ничего про то не знал, и вера его была не на разуме основана, а на доверии Богу, что раз Бог и Его восказал, то непременно, сверхобязательно, как-то исполнит. Бог не солжет. Слово Его сбудется в точности. Строил ковчег только благодаря вере, слова Божии, в откровение, которое им было получено. И ни одному насмешнику он не мог ответить, ибо не был ни гидрологом, ни геологом. Ума палаты нужна была ему для построения ковчега корабля, а не для объяснения, как же все-таки это может произойти». Иов 22, 15-17 «Неужели ты держишься в пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает им содержитель?» Римлянам 8, 24 «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Разумность веры, ее мудрость и премудрость заключаются не в исследовании человеческими средствами, как же это может быть, а в полном доверии Господу Богу». Премудрость Соломона 7, 28 «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». Это вообще сектанты не знают про это. Бог любит грешника, не любит, он уничтожает его. Премудрость Соломона 6, 15 «Помышлять о ней, о премудрости Божией, есть уже совершенство разума, и бодрствуешь и ради нее, скоро освободиться от забот». Серахов 22, 18 «Сердце, утвержденное над разумом, на разумном размышлении, как лепное украшение на вытесанной стене». Серахов 33, 3 «Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ у Рима». Разумная вера у того, кто верит написанному в Библии, тому, что говорится в Священном Писании. Погромче, а то не будет слышно. «Что Слово Божие донесло до нас неповрежденным». 2 Паралипоменон 30, 22 «И говорил Езекие по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. «Не научи дурака молиться, так он и лоб разобьет. Разумно нужно верить, точно по написанному, чтобы Дух Святой начал, научал, а ты бы Ему доверялся, как сказано в Библии». Римлянам 12, 1 «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела вашим жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Псалом 110, 10 «Начало мудрости и страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Исайя 43, 10 «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Иоанна 17, 8 «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». 1 Коринфянам 1, 19 «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». В Колоссяном 2, 2 «Дабы утешились в сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного, разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Кто пытается умничать, чтобы для него все было понятно, как на приборах проверенное, те безумные люди и к вере не относятся с благоговением. «И они уже неверующие со всеми вытекающими последствиями, то есть погибели и скатились в ад». 1 Тимофея 1, 7 «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. В вере разум нужен для доказательства неверующему того, что познал через веру». Тут и научные открытия сгодятся. «Какую бы глупость баран не испек курение столбом и до облаков, лишь был бы он знатен, хотя он и волк, по сердцу хвалебное от дураков. Беденяк же с премудростью и с дерзновением превыспленим слогом используя скажет, но сон подхалимов скривится с презрением и вслед улюлюканьем выбросят сажу. «Не просто заставить прислушаться гордых, нависших с презрением над пирамидой. Для них, христиане, последнего сорта, что доброе может расти под хламидой? Не кончив ни курса святых академий, ни класса, ни зернышка от семинарий, коснуться глубин и запретнейшей темы, что на монашеской вскисло опаре. Шестнадцать столетий монастыри грабили лучшие силы народа. Через меня их загубленный крик. Тогда быть монахов считалось так модным. От малокровия чахла пустыня, сохли утробы бесплодных монашек. В анабиозе Египет застынет, там Магомед свою пашню распашет. Самоизоляция козырь великих, самоистязание прославят, как бисер. Проповедь свяжут, сотлеют до нитки. Ни встречи с родными, ни крошечных писем. Угробили веру, сожгли все мосты. Их созерцание зарыло под землю. Для церкви не посох, больничный костыль, и до сечелетия не сеется семя. Глупость житийную снова смакуют, как бросить жену избежать от детей. Под куполом филин насцанно кукует, как старобрячество глупо ходить. 6, 12, 04, Игнатий Лапкин. Вопрос 2929, 15 том, открытый моком. У верующих как-то уж очень упрощенно, просто все. Они на любой вопрос отвечают, что так угодно Богу, так сделал Бог, так сказал Бог. А где же своя голова? Почему бы не докопаться до истины, до истинных причин происходящего? Отчего, например, сильные ветры, бури происходят? Ответ. Напрасно думайте, что это у верующих все упрощено. Как раз у верующих и проделан огромный труд, чтобы, закончив поиск, за все воздать славу создавшему и скрывшему. Премудрость 17, 21. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихии, начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мыслей людей, различия растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Псалом 147, 7. Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Псалом 148, 8. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его. Псалом 14, 24. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Псалом 106, 29. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Никто еще не изъяснил происхождение циклонов, бури. Нет перепадов же температур, иначе нужно было бы миллионы градусов жары поднимать на одном полушарии, а на другом создать минус 273, холода. Верующему да на власть от Бога разговаривать с ним. И если что непонятное и нужное для спасения, то Бог открывает ему через Библию, и на молитве подает премудрость свою. Премудрость 7, 27. Она одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет, и переходя из рода в род, святые души приготовляет друзей, божиих и пророков. Исход 14, 21. И простер Моисею руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушью, и раступились воды. А как это было, то сокрыто. Откровение 7, 1. И после всего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Как мне спастись в греховной жизни сей, когда и Авраам мне в осуждение? Мои припоминают прегрешение, когда в меня бросает Моисей слова, что тяжелее, чем каменья. И праведный новин в огневе мстит, весь род карает заодно саханом, и выдает на гибель царь Давид людей безвинных гаванитянам. Когда он царь великий, зло-то я, с навалом сводит счеты с сумасшедшим, когда ревнитель Божий Илья людей палит огнем из туч сошедшим. И тот, кто может праведнее всех, апостол Петр людей карает сирых, не спасая смерть за малый грех, она не изжено его сапфирой. Когда ведун великий, душ людских, апостол Павел, столб вероучения, к благим словам в посланиях своих примешивает смрадный запах тления. Моей вине нет края, нет конца. Сон воинов отважных и суровых, блаженных сон и сон святых, готовых исполнить волю нашего Творца. Земля и твердь и огонь и все стихии, живая тварь и камни неживые, все кары грядущие мне грозят, напоминают мне грехи земные и предрекают мне кромешный ад. грешащий я под стать морской стихии, кто в душу непытливый бросит взгляд, увидит, маленькие и большие внутри меня чудовища кишат, увидят, как чудовищ этих сонмы меня терзают в жизни сей земной и подтвердит свидетель потрясенный правдивость слов произнесенных мной. О, Господи, моих грехов премного, но Ты даришь спасение нам живым, единородный сын живого Бога, Ты, что всесилен и непостижим, Господь неизреченный и нетленный, понежи всем и под Твоей рукой, прости и дух мой буря и смятенный, Ты, Боже, укрепи и успокой, своим мечом карающим и правым, чтобы от них не стало и следа, Ты отсеки бесчисленной главы чудовищ тайных моего стыда и эти скорбных песнопений слова услышь, не усомнись в моей мольбе, Ты не отверни, Господи, сурово молитву, обращенную к Тебе. Мои слова, как ладон благовонный, прими, Господь, и мир мне принеси, и как пророка своего Иону от чудищ и от бурь меня спаси. Услышь, о Господи, мои стинания, прими мою молитву покаяния, умирь мои бесчетные страдания, меня в мой час последний не покинь, мое единственное упование, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Григорий на река Ци. Вопрос 2986, 15-й том открытым оком. Как ваш священник стал верующим? Ответ. Это немалое чудо, что у нас священник верующий. Деяние 6-7. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Как я стал верующим в Бога? задают такой вопрос. Надо ответить бы сразу, но сразу и затрудняешься. Всю жизнь уже прожил, а такой вопрос себе и не задавал. В своей жизни я не знал ни одного мгновения, что можно без Бога жить. Родился в христианской семье. Дед, бабушка, мама, все были верующие. Первые молитвы я уже знал, наверное, с того момента, когда учился говорить, мама. В зимними вечерами, сидя на русской печи, потреск углов у избы от мороза и завывания метели в трубе, мать учила нас Иисусовой молитве, Богородице и Отче наш. Дедушка учил читать по-славянски Псалтирь и Златоуста. Силу молитвы я испытал в раннем детстве и твердо знал и верил, что если буду с молитвой идти даже ночью через лес, со мной ничего не случится опасного. Только однажды в детстве похолебалась моя вера, когда я восьмилетний, наслушавшиеся учительницы, что коммунисты самые честные люди, которые, мол, желают добра и счастья всем людям на земле и Бога нет. Мне захотелось быть коммунистом. Я заявил об этом дома отцу и отец мой утвердил во мне веру своим фронтовым ремнем так, что вот уже с седьмой десяток живу и ни разу больше вера моя не поколебалась. Хочу с таким рассказать. Коммунистом никогда не хотел уже быть. Октябрятами, комсомольцами в нашей семье никто не был. В школе обзывали Иисусиками, Христосиками. Маму грозили посадить, а нас отнять. Но она все это мужественно выдержала и сохранила нас от безбожества и вселила в нас веру в Бога настолько, сколько знала сама, не умея читать и писать. Библии и Евангелия у нас не было. Но мама посеяла в наших сердцах страх Божий, который сохранил меня от многих страшных грехов и преступлений. Только в 17 лет я впервые увидел Евангелие. Это была маленькая такая книжечка Евангелие от Иоанна. Старший брат приехал из Прибалтики с евангельской вестью. Мы пасли с ним коров между вторым и первым мостиком и он мне все рассказал о Христе. Рассказывал о Христе. Читал из Евангелия и объяснял. Вот тогда я впервые узнал, что Бог не грозный. Он не только наказывает за грехи, но и прощает грехи и любит меня. Коровы пасутся, а мы с братом лежим на куче соломы. По небу плавают кучевые облака, а брат все говорит и говорит о любви Христа, о его страданиях за нас. Брат уезжай, подарил мне маленькое Евангелие. Как же я был горд, думая, что вот я какой. Теперь знаю точно, чего никто в нашей деревне не знает. Хотелось всем об этом рассказать, но мало кто хотел слушать. Все считали, что Игнатий сошел с ума и этим заразил и меня. Еще более вера утвердилась, когда я какое-то время жил среди христиан в Прибалтике. Пришли годы. В 33 года я стал священником. Можно сказать, неожиданно для себя. С самого детства хотелось всегда сделать что-то такое, чтобы заметно было и не бесцельно были прожиты годы. И я всегда чувствовал над собой руку Божию. Во всю жизнь испытывал его обильные благословения в учебе, в труде, в армии, в семейной жизни, в священстве, в приобретении друзей, в любви родных и близких. Господь посылал мне на встречу много добрых людей. Я благодарю Бога за его любовь ко мне, за то, что у меня была такая мама, что научила меня страху Божию с детства. Вечная ей память. Лапкин и Аким Тихонович 913-216-86-54 Потеряевка. Сонливость одолела, а я ведь не сам сон, не только глаз, ума, но головы лишусь. Где бодрости таблетки, чтоб разогнать мой сон? Страх наказания подбодряет пусть. Подбодряет пусть. Подбодряет пусть. Ждет горе всех заснувших у руля. На рифы и в кювет потусторонний. Снесет и не заметишь, как остов оголят. Осенние ветра заломят ветви в кроне. Так не хватает бодрости в ночи, в тиши, когда молитва очищает. Зовет постель, рецептами кричит, в сон погружает, травами заправленными в чай. Беда немалая, излишняя сонливость, потеря времени, маразм и ожирение. Подобен мертвецу, и что бы ни случилось, к таким не достучаться, отойдешь с презрением. Да не застанет спящим в субботу и зимой, да не захватит сонными нас бодрствующий страж. Потоп из наказаний славтолюбцев смоет, но на часок другой с молитвой приляжь. И не секрет, что сон особенно приятен в усладу при акафистах, канонах и молебнах. Зевание и качание нам невозможно спрятать, в дыму изладана наш мозг в валуна крепнет. Во сне и откровения нечаянно приспичат. А от кого они? От Бога ли? От бесов? Немного полежишь, по статусу стал нищим, брызжащим, вороватым и с ароматом мерзким. В усладу сон при праведных трудах, особенно тому отдал, кто ужин бедным. Легко и на молитву он станет без вреда, с приятностью псалмы священные пропеты, одолевая сон гимнастикой и бегом, кровь разгоняя в жилах по мозгам, не опоздать бы к цели, не оказаться бедным, себя за волосы не рвать и не таскать. 4.01.06. Игнатий Лапкин. Вопрос 2376, 10-й том открытым оком. Господь Иисус Христос сказал Иоанн Гритейна 3.36 Иоанн Креститель Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Иоанна 3.18 Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И нигде в Евангелии и в Библии в целом не упоминается о мытарствах. Чему верить больше, Библии или житиям святых? Да мне вопрос. Ответ. Вопрос звучит так. Чему больше верить, Богу или человеку? Исайя 40.25 Кому же уподобите меня и с кем сравните, говорит Святой. Исайя 46.5 Кому уподобите меня и с кем сравните и с кем сличите, чтобы мы были сходны. О мытарствах нет ни слова в Библии. Учение о мытарствах противоречит Библии, то есть тому, что Дух Святой открыл нам о загробной участии человека. Ни о каких сорока днях Господь не учил, а говорил о том, что как только человек умрет, так и определяется его участь в тот же день сразу. Лука 23.43 И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. В других приводах стоит сегодня же. Лука 16.22.23 Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач и похоронили его, и в аде, будучи в буках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Екклесиас 12.7 И возвратится прах землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его. Если убрать учение о мытарствах, то лопнет и учение о чистилище и о пользе молитв за умерших за плату, за сорока усты и прочую индустрию на мертвецах. Да не в жизни откажутся от мытарств все, кто питается мертвичиной, кто не верит в Библию. Они лучше сойдут при исподнии по всем мытарствам, чтобы только не идти на трудную спотом работу, а будут брать оброк с умерших как черти на мытарствах, будут грабить оставшиеся родственников. Правда, все это предприятие с ограниченной ответственностью, не как у католиков. Православные вообще никакой гарантии о пользе не выдают, то есть все написано дымом на сонных мечтаниях и на тумане жидком и утреннем. Кто пронадеялся на зупокойные щедроты родственников, когда воскреснет, то горько раскается. Нужно было самому веровать и жить по Евангелию, быть вводимым Духом Божиим, жить в любви Христовой. Псалом 72,20 Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Откровение 14,13 И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Никого не следует принуждать к вере в мытарство, но верующий в них не погрешит, если при жизни минует их. Слово Великий, допустим, Василий Великий. За 20 столетия только 17 человеку достоин из этого названия. Слово Великий очень опасное, если оно не от Господа Бога. Писатели лживые кормят нас баснями, в поэзии вычурной зависти много. Великое дело убить человека. Наполеон и Суворов великие пешки, горы убитых и в пропасть калеки. А где же Великий, кто всех их утешит? Великий Лень-Ленин дробящий Галени, честности, правде и человечности, друг дьяволу, лжи и любых разделений со знаком Великий преступник помеченный. Великое дело припасть в раскаяние к ногам Иисуса слезами омытым. Каким бы ты ни был дурным, окаянным, он принял и горших тебя, горемык. Великое зло к нам на Русь занесло, тщеславно святую страну называли, апостольский опыт пустили на слом, предание под нимбом, писание в отвале. Великую тьму погрузили Россию, монашеской ряской, закрывшись от света, священство украшено ризой красивой, народ не захвачен апостольской сетью. Великие минусы с греками кинулись, нарыли под Киевом чудо пещеры, церковно-славянские нам ребусы, клинопись, голодную пастью на знания ощерились. Велик по сравнению с чем великан? В сравнении с Богом ничтожно плюгавый, мудрость Творца без границ океан, а знания наши с наперсток дырявый. Великое счастье немерена радость записана быть в книгу жизни на небе. В имени Божьем нездешняя сладость, а если не так, то гореть нам с отребьем. 14 10 04 Игнатий Лапкин. Еще? 32 минуты. Вот так надо.